В России сегодня действует свыше полторы тысячи домов-пансионатов для престарелых. Эти дома многим кажутся чем-то ужасным. Для людей преклонного возраста очень важно чувствовать себя защищенными. Это период обострения различных заболеваний и недугов. Проживая в таком доме, можно быть уверенным в завтрашнем дне. Там точно накормят, обуют, оденут, предоставят нужные лекарства, постирают вещи. Одним из таких учреждений является пансионат для престарелых села Натырбово, где мы и побывали. Для этого пансионата прошедший год был весьма удачным. В рамках какой программы у вас прошел? В году прошел ремонт? Это были выделены федеральным бюджетом, выделены нам для капитального ремонта 9,5 миллионов на реорганизацию. И вот на эти 9,5 миллионов сделали вот такой вот ремонт. Ну, благодаря ему и в новом корпусе тоже у нас произошли какие-то изменения. В пансионате на сегодняшний день проживает 40 человек. Из них 24 инвалида и две вдовы, которых обслуживает персонал из 32 человек. Это 4 смены санитарок и другой персонал. В 2015 году старый корпус этого здания подвергся полному капитальному ремонту. В старом корпусе были очень большие сделаны работы, поменяли пол полностью. Стены заново обили гипсокартоном, потолки сделали, поставили новую сигнализацию, новое водоснабжение, новая сантехника, кондиционеры установили, сигнализация, кнопки вызова. Все, что было доступно, вот по доступной среде для инвалидов, все было учтено и все было сделано. Какие сроки был произведен ремонт? Сроки уложились, а 31 августа мы должны были закончить. Мы закончили именно 31 августа. Мы с заведующим пансионатом прошли по корпусам и увидели своими глазами, как все здесь преобразилось. Начали мы с кухни и столовой, где была приобретена новая мебель и техника. На первом этаже, а также у входа были установлены поручни и переоборудован пантус для более удобного подъема инвалидов. Для досуга обитателей в здании существуют две комнаты отдыха, в которых также был произведен полный ремонт и заменена мебель. Заменены все санузлы. По последним технологиям были установлены все аксессуары, позволяющие людям с различными ограничениями движения иметь к ним доступ. Самыми необходимыми в пансионате являются процедурный кабинет и кабинет старшей медсестры, где проводится прием больных. Для оказания первой и срочной медицинской помощи существует полный комплект медикаментов и оборудования. Таким большим переменам в лучшую сторону жильцы дома были, конечно же, несомненно рады. Как жильцы отнеслись к этому? Мы жильцов на время ремонта вывозили в Маякопский республиканский дом-интернат. И когда мы их сюда привезли, конечно, они были очень удивлены, приятно были удивлены, всеми удобствами, какие для них сделаны были. Очень приятно это все было для них сделано. Не обошлось и без помощи администрации района и поселения, которые в свою очередь оказывали всяческую поддержку и содействие во время строительных работ. Поддерживали, контролировали, контролировали постоянно. И, можно сказать, еженедельно приезжали с проверками. И ход работы, и качество работы, и качество материала, все это было постоянно под контролем. И администрация района, и республики, и сам глава республики Адыгейт Хакушино приезжал во время ремонта. И самое примечательное, что во дворе была оборудована стоянка для автомобилей жильцов.